Татьяна Александровна, почему дети не слушаются родителей? Дети не слушаются родителей по разным причинам. Иногда они не хотят выполнять требования, потому что им лень, им неинтересно, или для них это слишком трудно. Поэтому мы можем или повысить мотивацию ребёнка, пообещав ему что-то, если он выполнит наше задание, или пересмотрим требования к ребёнку. Может быть, действительно, оно для него не посильно. Как быть с гиперактивными детками, которые вообще, кажется, не найти на них управы? Гиперактивные дети – это дети без тормозов, без внутреннего контроля поведения. Остановиться и подумать они не способны. Если они не способны, то должны подумать родители или педагоги окружающие о том, что вот это может быть травмоопасно. Ребёнок гиперактивный, синдром института внимания и гиперактивности, он действительно иногда не слышит, не видит, да, и не контролирует, не может, не способен предвидеть последствия своих действий. Это описано всё в этом вот феномене синдрома института внимания и гиперактивности. И окружающие должны понимать, с кем имеют дело, и должны формировать окружение этого ребёнка и сделать всё, чтобы его поведение было безопасным. Ну вот небольшой совет. Стоит в этой ситуации ругать ребёнка? Успокойся, прекрати или же… Бесполезно. Бесполезно. Ругать его бесполезно. Конечно, он может испугаться, если повысить на него голос, и, может быть, адреналин включит его внимание, да, он испугается и вас услышит. Но, как правило, такие дети, они дезорганизованы в своём внимании. Чтобы такой ребёнок услышал взрослого, нужно подойти к нему, взять его за руки или за плечи, посмотреть ему в глаза и сказать, «Дима, я хочу, чтобы ты убрал свои игрушки. Пожалуйста, повтори, что я хочу». Вот. И, может быть, если он вслух сам произнесёт, он это, ну, как бы, сделает, да. Но не нужно расстраиваться, если ребёнок, вот вы ему три раза сказали, он не сделал. Он дезорганизован в своём внимании, и требовать, чтобы вот он выполнял всё по пунктикам, это нереально и невозможно. Поэтому просто не нужно расстраиваться. Но это само собой проходит с возрастом, или всё-таки нужно поработать над этой ситуацией? Знаете, что уже доказано, что это расстройство функционирования определённых зон головного мозга. Мозг формируется, мозг дозревает. И развитие мозга в настоящее время уже установлено, происходит до 27 лет, понимаете. И вот ждать, что он станет таким, как все, можно в 10 лет, да, потом в 15 лет, а потом в 27. Как повезёт. Ну вот в целом, как не испортить психику ребёнка? Что не стоит говорить родителям, детям? Какие-то, может быть, фразы есть такие известные? Вы знаете, что нельзя сравнивать своих детей с другими детьми. Это очень обидно. Это провоцирует негативное поведение, или поведение наоборот. Вообще взрослые хотят, чтобы ребёнок, которому 7 лет, да, вот вёл себя как взрослый. Так не бывает. Вот ребёнок начинает быть способным контролировать своё поведение, ну где-то в 10-11 лет. Вот сознание, когда ребёнок начинает понимать, что не нужно кратиться, вертеться, вставать и ходить по классу, да, это 10-11 лет. До этого возраста, да, ну нужно спокойно относиться к такому поведению этих детей. Представим себе ситуацию, что в семье появился второй малыш. Первый нец, конечно же, начинает биться за внимание, хочет его больше. Понятное дело, что родители не могут уделить должным образом внимания сразу двум деткам. Как поговорить с ребёнком, объяснить, что это его родственник, родной человек, друг в дальнейшем? Понимаете, когда родители пытаются что-то объяснить ребёнку, которому 5 лет, когда у него родились там братик или сестричка, вот что может услышать ребёнок в 5 лет? То есть вот как он может понять? То есть для него это катастрофа. То есть всё внимание принадлежало ему, теперь ещё кто-то, и он должен с ним делить родителей. То есть это не нравится никому. Поэтому говорить вообще можно, но ждать, что вот он что-то поймёт и изменит своё отношение нельзя. Очень важно не слова, а поступки. То есть родители должны находить время и для вот этого старшего ребёнка тоже. Родители должны предупредить гостей, которые приходят на именины, да, к младшему ребёнку, чтобы принесли ещё один подарок, да, или покупать этот подарок и просить подарить ещё и старшему сыну. Дети не виноваты в том, да, что вот родители решили завести ещё одного ребёнка. Поэтому если родители это решили, они должны позаботиться о том, чтобы вот это рождение ребёнка, оно было наименее травмоопасным, да, для вот старшего ребёнка в семье. То есть это нормальная реакция ревности. И понять, что вот этот младшенький, да, вот, его надо любить, а ты старшенький должен это понять, потому что ты старшенький. Вот, конечно же, это только опять-таки в 10-11 лет. А до этого времени родители, делайте, что хотите, да, но уделяйте внимание поровну. А вот обратная ситуация, когда детей часто хвалят. Вот это хорошо? И стоит ли вообще их хвалить? Так даже без повода? Гиперактивных детей нужно только хвалить. Их ругать нельзя, потому что будет поведение наоборот. Вот, потому что доказано, что гиперактивные дети, да, они, кажется, что они такие шустрые. На самом деле они быстро устают, и у них проблема их функционирования мозга связана с дефицитом дофамина. То есть это дети, которых надолго не хватает. Вот, поэтому они приходят и говорят, мне скучно, мне нечем заняться. Понимаете, когда вы его хвалите, когда вы ему его поощряете, да, вот замечаете его хорошие, успешные поступки, да, то это, конечно, включает его мозг дальше на хорошие поступки, да, на ту же успеваемость более высокими оценками. Поэтому, ну вот, в отношении гиперактивных детей, ну, тут только хвалить. Понимаете, ругать, сравнивать, эти вещи недопустимы. Но мне кажется, что вот хвалить нужно вообще всех детей. То есть поверьте, что можно воспитывать ребёнка, не ругая его. То есть, понимаете, то есть категорично нет, это то, когда это опасно для жизни и для здоровья. Я так и говорю родителям, когда их учу, да, вот как правильно взаимодействовать. Я говорю, а вы попробуйте вот подумать, вот, да, вот его протест, да, вот он... Вот задайте вопрос, вот насколько это принципиально, вот то, что вы хотите, ваши требования. Да, вот если это не опасно для жизни и для здоровья, так, может быть, не стоит повышать голос. Сейчас такое большое разнообразие мультиков. Какие всё-таки стоит включать деткам, а какие лучше нет? Воспитание ребёнка – самая главная задача – научить его жить самостоятельно. Чтобы он умел преодолевать стрессовые ситуации, чтобы он мог вообще в жизни и грустить, радоваться, да. И поэтому мультики должны учить жизни, сказки должны учить жизни. Если ребёнок посмотрел мультик с не очень хорошим концом, да, то это тоже нормально, потому что в жизни бывает не только праздник. Вот, то есть по большому счёту мультики должны учить каким-то отношениям с окружающим миром. В последнее время взрослые стали всё меньше времени уделять своим детям, уже не читают сказки многие. А вообще сколько нужно времени проводить с ребёнком? Ну и как не потерять ребёнка вот в это время? Я убеждена, что с ребёнком нужно проводить время, времени как можно больше. Потому что для того, чтобы были отношения с ребёнком, нужно тратить на это время. Если ребёнок маленький, то это больше времени, да, то есть, ну, как минимум час-два, ну, хотя бы перед сном. Хотя бы почитать эту сказку вместе, да, но обязательно посадить его сюда, обнять, потому что вот это вот единение, ощущение, что у тебя есть родитель, да, это успокаивает, это помогает заснуть. Вот, это очень важно. Конечно же, потом в более зрелом возрасте, уже подростковом, родители, ну, хотя бы час-два в неделю. Но это должны быть какие-то совместные турпоходы, да, вот прогулка велосипедная. То есть, конечно, вот именно вот эти моменты, они укрепляют это вкритет родителей. Вы знаете, вот в наши советские старые времена была хорошая традиция, да, по воскресеньям ходить там к мамам в гости на обеды. Вот, ну, у кого-то это был завтрак вместе с родителями, у кого-то обед. И вот это вот обсуждение текущих вопросов, общение внуков и бабушек, да, это вообще нормальные вещи, которые стоит поддерживать, да, потому что это даёт главное, оно даёт ощущение, что у тебя есть родственники. И ты чувствуешь, что у тебя, вот ты уверенно стоишь на своих ногах, да, у тебя есть вот эти корни, вот. И это надо возвращать. Ни один компьютер не может заменить, там, да, Ютуб не может заменить вот это вот общение, да, человеческое общение с людьми, со своими родственниками, со своими близкими. Это должно быть обязательно. Стоит ли деток отдавать на разные кружки, секции, как можно больше занимать их свободное время? Я думаю, что ребёнка надо научить, да, вот, чтобы он умел плавать, да, ездить на велосипеде, да, играть в шахматы, наверное, вот, танцевать, что-то делать ещё. Очень важно, чтобы родители не пытались реализовать свои нереализованные желания, потому что вот они всю жизнь мечтали играть в хоккей, родители их не отвели, и ребёнок должен обязательно ходить играть в хоккей, потому что ты можешь себе это позволить. А ребёнок может быть и не хотеть, то есть может и не хотеть играть в этот хоккей. Поэтому здесь очень важно найти вот ту разумную меру занятий. То есть я считаю, что нужно обязательно вводить на занятия как альтернатива сидеть в компьютере или в телефоне. Понимаете, потому что должна быть какая-то физическая активность, элементарная физическая активность, но ещё и какие-то навыки и умения, которые в жизни ему обязательно пригодятся. Вот на это надо тратить время, но не надо ребёнка перегружать. Очень короткий, но, наверное, сложный. И главный вопрос – как стать хорошим родителем? Если вы задаёте себе этот вопрос, это говорит о том, что вы не очень уверены пока в своих родительских качествах. Это не мои слова, а был такой великий детский психотерапевт Витакер, который говорил, послушайте своё сердце. Лучше всего родитель понимает, что нужно его ребёнку. И нужно быть просто уверенным в себе. И нужно просто стараться понять, почему ведёт себя так ребёнок. Вот понять и помочь ему. И вот это вот искусство быть родителем, да, то есть вот быть на волне, понимать ребёнка, чувствовать его, да. Это очень важно, это самое важное. И я вот с таким родителем, который задаёт вопросы, скажу так, что будьте увереннее в себе. Вы знаете лучше всех. Никакой психолог и психотерапевт не знает лучше вас, что нужно вашему ребёнку. Просто станьте родителем и поверьте в себя. Есть такая английская пословица – хочешь воспитать ребёнка – начни с себя. Всё равно он вырастет и будет похож на вас. Насколько это актуально в наше время? Понимаете, наши дети не наши клоны. Но потом, когда они взрослеют, мы видим в них свои какие-то качества. Чем дальше, тем больше. Понимаете, это нормально. Они не должны повторять нашу жизнь, да. Но мы можем их научить на своём опыте. Я всегда говорю родителям, не надо приводить в пример какие-то даже книги, какие-то цитаты. Приводите пример своего жизненного опыта. Ребёнок быстрее вас услышит, если вы расскажете, что у вас были проблемы в школе, что у вас были проблемы в подростковом периоде. Но вы можете всё это пережить, и вы можете ему подсказать. А он уже будет выбирать. Вот так надо вести себя. Хочу с вами ещё о подростках поговорить. Насколько подростки современно отличаются от прошлых поколений подростков? Ну и чем? И если вообще не отличаются? Подростки современные ничем не отличаются в психологических проблемах от подростков, которые были 50 лет назад. Есть одни и те же психологические реакции подросткового возраста. Им кажется, что они уже взрослые, что они сами могут принимать какие-то решения. Им очень важно быть принятой группой сверстников. То есть очень много психологических нормальных реакций, которые перекочевали. Вот существует уже, но всё время существует. Потому что подростковый период – это период перестройки. То есть это переход от детства ко взрослой жизни. И это ещё и период физиологической перестройки. Это эмоциональная неравновешенность, дерзкость подростковая. Эта агрессивность, это микс психологии и физиологии. И это у всех. И это надо пережить. Ну, наверное, современные подростки больше подвержены депрессии. То есть этот факт требует изучения. Может быть, потому что стало меньше физической активности. Может, потому что больше времени испытывают психическое напряжение, потому что они всё время в телефонах, а ещё и в наушниках. То есть недавно услышала, мне понравилось. Раньше снимали шляпу в знак уважения. Сейчас в знак уважения снимают наушник. Иногда два. И вот я когда наблюдаю, как психиатр за подростками и взрослыми, которые в наушниках ходят по улицам, разговаривают сами с собой, я как психиатр напрягаюсь, потому что это точно ненормально. Понимаете? Потому что, получается, человек сам загоняет себя в какой-то иллюзорный мир. Так быть не должно. Но, с другой стороны, современные подростки, они владеют больше информацией. Я уже 35 лет работаю психиатром и работаю с подростками. И могу сказать, что сейчас подростки стали приводить родителей, то есть приходить на приём вместе с родителями. И они являются инициаторами обращения к специалисту. То есть они стали читать, ставить себе диагнозы и говорить, что им нужен специалист. Реакция родителей однозначная. Родители не готовы. То есть вот такого не было 35 лет назад. То есть стали приходить, это уже хорошо. Уже ставят диагнозы и думают, что у них это есть проблема. Да, это тоже хорошо. Ну, а дальше всё зависит от специалистов. Вот. Этим они отличаются. В подростковом возрасте есть вот эти сложные реакции группирования со сверстниками. Вот. И даже самый выраженный интроверт, ну, он тоже хочет, чтобы с ним дружили, чтобы его уважали, чтобы его принимали в группе сверстников. Вот. И вот это вот такой очень сложный момент перехода ко взрослой жизни, потому что вот потом уже, к 18 годам, они понимают, что вот не надо, чтобы с ними дружили все. Вот. Достаточно, чтобы вот был один друг, да, но надёжный. Вот. То есть вот это всё должно пройти, это всё должно пережиться. К сожалению, очень часто мы видим и сталкиваемся с буллингом в подростковой группе. Буллинг имеет несколько причин. Первый – это агрессивность, все подростки агрессивны. Миф, что подростковой агрессии не существует. Вот. Реакция группирования со сверстниками, а ещё вот эта эмоциональная неустойчивость, перепады настроения, это вот кратковременные даже депрессии, да, вот когда они там, ну, недовольны жизнью, ненавидят всех. Понимаете? То есть когда они начинают дружить вместе против одного мальчика или девочки, да, то есть вот дружить вместе против одного и видят реакцию этого мальчика или девочки, любую эмоциональную реакцию, да, вот они видят, что этому человеку плохо, им становится от этого легче. Понимаете? Вот эти вот механизмы, к сожалению, работают в подростковой среде. Плохо, когда буллинг не замечается родителями. Плохо, когда буллинг поддерживается педагогами в школе. То есть, конечно же, это может вызвать не только суицидальное поведение, это может привести к последствиям длиной в жизнь, понимаете, вызвать посттравматическое стрессовое расстройство. Вот. И здесь вот очень важно видеть, что происходит с твоим ребёнком и вовремя привести к специалисту, который подскажет и поможет, как справиться с этой ситуацией. Потому что, ну, можно сказать там, а вот ты должен ответить. Но не все способны ответить. Иногда вот держать удар, то есть вот не показывать реакции, этого достаточно, да, но нужно предоставить какую-то, ну, другую среду, группу, да, группу подростковую, какой-то, ну, про социальные направленности, да, то есть вот там, чтобы ребёнка приняли вот в этой среде, да, вот этого подростка, вот в этой новой среде, не обязательно в школе. Вот. Вот это вот должны сделать родители. А как вообще установить, может, эмоциональную, психологическую связь с ребёнком, не потерять его? Потому что именно в подростковый период возникают некие протесты, родители отходят на второй план, и ребёнок взрослый. Я всегда родителям говорю, родители, это нормально, что ваш ребёнок стал не вашим ребёнком, то есть как будто бы вы ему зла хотите. Понимаете, это вот такое восприятие подростков. Они быстрее послушают другого взрослого, другого подростка, чем собственных родителей. Это пройдёт. Но это будет длиться 4-5 лет. А про плохие компании ещё хотела с вами поговорить. Вот если родители заметили, что с ребёнком стало что-то не так, и они заметили действительно, что он попал, возможно, в плохую, как мы говорим, компанию, как быть в этой ситуации? Как правильно поговорить с ним? Нужно сначала понять, почему он попал в эту плохую компанию. Если это просто реакция группирования со сверстниками, вот у него буллинг в школе, а там его понимают, принимают, и он себя чувствует не хуже других, то, наверное, надо дать какую-то другую группу. То есть пускай он увлечётся, не знаю, катанием на горных лыжах, понимаете, но надо куда-то его отвезти, где он будет себя чувствовать не хуже других. То есть нужно дать альтернативу про социальную направленность и какую-то группу обязательно. Выход только в этом. Но если опять-таки вот в этом причина. Заброшенные дети – это чаще, то есть когда родители, они даже могут быть успешными, но они не в теме, не в курсе, что происходит в жизни детей. И он тоже идёт на улицу. Поэтому здесь вот эта тонкая грань – быть рядом, но не вмешиваться. Вот моя любимая фраза – общение с подростками, родителей. «Мы готовы тебе разрешить, если ты». То есть в подростковый период, в этом периоде ребёнок должен научиться сотрудничать. Вот если в детстве он или капризничал, или выполнял, то здесь он должен научиться сотрудничать. И вот эта вот фраза «Мы готовы тебе разрешить, если ты» – она работает очень хорошо. Понимаете? Он должен научиться договариваться сначала хотя бы с своими родителями, а потом уже с другими людьми. Поговорим ещё о старшеклассниках. Вот действительно начинается такой период, важный в жизни, выбор будущей профессии. Возможно, это же не навсегда, но это действительно важно, да. Как помочь ребёнку, направить его в этой ситуации? Вы знаете, что это действительно сложный вопрос, и он тоже имеет много аспектов. Я иногда предлагаю нарисовать генеалогическое дерево, потому что на самом деле есть какие-то особенности личности, которые определяются темпераментом, предрасположенностями какими-то, какими-то личностными особенностями. То есть вот эта история, кто был успешен и в каких профессиях – очень важный момент. Это можно сделать, вот просто сделать и всё. Можно поговорить с подростком, вот где он себя видит. Чаще всего мы слышим в ответ, я не знаю, ну не знаю, это уход от ответа, да, вот, ему просто лень думать, или он правда не знает. Вот. Можно сходить, сделать какое-то тестирование, да, обратиться к специалисту, и он скажет, вот какой направленности личность. Причём это может быть просто тестирование, может быть психоаналитическое тестирование, ну, всё на выбор, сейчас всё доступно. Вот. Но очень важно понять, ну, вот, ну, вот свои особенности, да, и вот где-то наиболее успешно. Однозначного рецепта нет. Понимаете? Самое простое – деление, вот, да, на экстравертов и интровертов. Вот есть люди, которые публичные, им нужно внимание, им нужно уважение, чтобы вот всё-таки их замечали, да, вот, чтобы они, вот их успехи видели. А есть интроверты, которым это вообще не надо. Понимаете? Вот они устают от общения, они не любят скопление людей. Вот. Ну и тогда это уже выбор, да, или экстраверт, это врач, там, журналист, вот, человек творческой профессии, да, какой-то такой публичной творческой профессии, вот, ну, даже политику. Общение с людьми, да? Общение, или интроверт, вот, айти и проще с компьютером, да, вот, вот, то есть вот где, куда больше, экстраверт и интроверт, это самое простое. Если выбор оказался не очень удачным, то можно попробовать себя в другом. Это никогда не поздно. Главное об этом сказать ребенку, что не стоит зацикливаться, да, Да, давай мы подумаем. То есть всегда должны быть какие-то запасные варианты. То есть это не конец света. Не могу не обойти тему новостей. Как с детками разговаривать про новости, ну, и с подростками, конечно же, иногда сам не особо понимаешь, что происходит. А вот как в этой ситуации поговорить? Все же сейчас читают, смотрят. Для чего люди слушают новости? Для того, чтобы пытаться контролировать свою жизнь. Если происходят какие-то такие жизненные ситуации, которые, ну, непредсказуемые, есть несколько моделей поведения, да, есть люди, которые думают, что скорее бы это закончилось. Это самый плохой вариант. Есть люди, которые, думаю, понимают, что это может быть очень долго, и нужно к этому как-то приспособиться, и попытаться, да, вот, 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 вот приспособиться, принять эту ситуацию. Но самое разумное, когда этих новостей много, они разные, и когда ты чувствуешь, что они, ну, не улучшают твое психологическое состояние, просто заняться делом. Знаете, вот наши бабушки и дедушки говорили, не бери в голову, бери в руки. То есть это может быть все, что угодно, да, вот, высаживание цветов, какое-то рукоделие, приготовление пищи, рыбалка, да, то есть, ну, сделайте хоть что-нибудь руками. Я бы так сказала. Во всяком случае, вот, все, что связано с руками, это действительно реабилитация мозга. Когда он перегружен, то надо что-то делать. Что больше всего нас пугает, вот, исходя из, не знаю, глубин нашего мозга, то, что мы не можем контролировать ситуацию, вот, что у нас в новостях, именно, вот, напрягая, держит напряжение. Понимаете, новости могут нас выбивать из зоны комфорта. Это можно назвать инфантилизмом. Общество, ну, как бы, ну, вот, привыкло жить комфортно уже давно. И когда тебя выдергивает из зоны комфорта, оно это не нравится никому, но это иногда напоминает истерику ребенка. Ну, вот, даже того, что у новорожденного, да, то есть, вот, ему хорошо, мамы, вот, Робби, его тут выдернули, ему некомфортно, он будет кричить и истерить, громко, а тут, понимаете, поэтому, ну, тут, наверное, это такие, такие эксистенциальные, жизненные вещи. Ну, жить страшно, пора к этому привыкнуть, надо что-то с этим делать. Это уже такая вот эксистенциальная работа самим собой по принятию этой жизни, плюсов и минусов. Вы знаете, опять-таки, кто вам сказал, что жизнь – это праздник? Понимаете, надо уметь и погрустить. То есть, жизнь – это не только лайки и селфи. Это еще и печаль, потери. Нужно учиться проживать все эмоции. Нужно учиться проживать все эмоции, принимать эту жизнь и оставаться человеком, человеком, который что-то делает и еще и способен радоваться счастливым моментам. То есть, вот это вот тоже, попробуйте быть счастливым здесь, в этой ситуации. Вот в этом психологическое здоровье. Мне очень нравится метафора «Лиз бумаги на игле». Вот гибкость и доступность новому опыту. Нужно уметь проживать горести и несчастья. Кто вам сказал, что будет всю жизнь праздник? Понимаете, как маленькие дети. Они не любят ходить в детский сад, потом не любят ходить в школу, потом не любят ходить на работу и вспоминают детский сад. Да, любят. Вот детский сад у меня сейчас. Да, жить сложно, пора к этому привыкнуть. Надо уметь грустить, да, тогда ты будешь по-другому воспринимать радостные моменты в жизни. Хочу еще с вами про гаджеты поговорить. У детей есть ли сейчас такая проблема зависимости от гаджетов? А насколько острая она сейчас стоит и как с ней бороться? Гаджет – это игра, это удовольствие, это удовольствие, это какого-то общения, которое ты выбираешь. Понимаете? И опять-таки, это та жизнь, которая тебе нравится. Это уводит от жизни реальной. Поэтому я думаю, что рост психических расстройств может быть связан еще и с тем, что вот, ну, человек выпадает из реальности. Понимаете, почему психических расстройств меньше в сельской местности? В разы. Потому что взяли что-то в руки. Потому что там больше общения с природой. Понимаете? Там укладываются спать, как положено, да, а не до трех часов, потому что в гаджете, до трех часов ночи сидят в гаджете. Вот. И поэтому здесь, ну, вот именно так и надо относиться к гаджетам. Понимаете, нельзя гаджеты запретить. Потому что все равно ребенок, которому запрещают гаджет, он найдет этот гаджет. Ему будет обидно, что у всех есть, а у него нет. Он будет чувствовать себя ущербным. Нужно найти вот ту золотую середину, да, вот дозы гаджета. То есть, в моем понимании, гаджет должен быть умеренно в жизни ребенка. И с ним нужно договариваться. И лучше, чтобы этот гаджет был не потому, что родители хотят тоже посидеть в гаджете, а ребенок мешает. Да? А потому что вот гаджет, как вознаграждение. Сделал уроки, поиграешь в гаджет. А сколько времени вот можно позволять? Это зависит от возраста, это зависит от типа нервной системы, да, то есть, есть тики у ребенка или нет, от его состояния здоровья. Вот. Но в среднем человеку, то есть ребенку, которому 7-8 лет, это час-полтора в день. Но это лучше, как поощрение, когда он уже сделал то, что он должен сделать. А что он должен сделать? Он должен быть уроки. Понимаете? То есть не должны быть только гаджеты. Но для этого нужно иметь силы, да, и средства, чтобы отвезти ребенка в секцию, чтобы отвезти, забрать, да, то есть вот, чтобы была физическая активность у ребенка. Поэтому это вообще искусство, это большой труд быть родителем. То есть если вы думаете, что вы родили это все, что вы дали гаджет, это все, то нет. То есть присутствовать в жизни ребенка, это быть родителем. Это огромный труд, это очень тяжело. Но это очень радостно, как твой ребенок учится чему-то новому. А можно ли читать личные переписки в телефоне или в компьютере ребенка? Вы знаете, что... Ну, на всякий случай так вот. Это личная переписка. Родители должны контролировать переписку ребенка, но не публично, не оскорбляя его личные вот эти вот, ну, не наступая на его пространство, понимаете? То есть это нужно делать аккуратно и лучше не... Ну, нелегально, да? То есть как-то вот... Чтобы он не знал, чтобы это... Ну, не подчеркивать вот очевидность, что они способны контролировать вот это. Потому что уже в подростковом возрасте они претендуют, что это их пространство, понимаете? Да уже маленький ребенок. Знаете, вот они же ведут себя как в песочнице, да? То есть вот, ну, не дают свои игрушки, понимаете? Вот кто-то более чувствует... Кто-то отдает, кто-то нет. Так и с гаджетом, и с этим пространством. Можно испортить в конец отношения с родителем, если вот, ну, вы нарушаете его личное пространство. То есть это тоже искусство контролировать, быть рядом, но не мешать. Не вторгаться, не наступать. Это воспринимается как агрессия. Это будет, естественно, вызывать такую же агрессию. С какими проблемами к вам чаще всего обращаются? Можно какой-то список составить? Если говорить о том, что ко мне обращаются как к врачу-психотерапевту, то две такие глобальные проблемы последнего времени это депрессия у подростков. Их стало очень много. Нужно разбираться в причинах, почему их стало больше, чем раньше. Вот. А вторая проблема – это психосоматические реакции. То есть психосоматические реакции – это вот та же агрессия, те же эмоции, которые подавляются и вызывают там, ну, различные симптомы, там, головная боль, напряжение, да, там, велицесосудистую дистонию. Вот. Вот чаще всего стали обращаться вот с этими вещами. Это было раньше, и это не диагностировали, и мы не обращали на это внимание? Нет, это было всегда, я не скажу, что как-то вот кардинально что-то изменилось, да. То есть вот нет, подростки – это сложный период. Нужно понимать, что иногда нужно прийти не только к психологу, но и к психотерапевту. Я думаю, что родители понимают разницу, да. То есть психологи, они без медицинского образования, они назначают антипрессанты. А психотерапевт, он уже с медицинским образованием может назначить и лекарственные препараты. Но могу сказать только одно, что вот в моем клиническом опыте дозы антипрессантов я назначаю подросткам больше, чем взрослым. Почему – не знаю. То есть действительно, наверное, вот эта вот бич современных подростков, это вот склонность к депрессивным состояниям. И что и как, это надо разбираться, это требует исследований, конечно, и анализа. Как понять, что уже пора обратиться к специалисту? Если родители заметили два таких важных момента, то есть нарушение сна, стойкие нарушения сна у подростка. Не потому, что он там в три часа в гаджете, он не может заснуть и сидит в гаджете до трех часов. Если нарушение сна два-три раза и больше в неделю, это уже повод обратиться к специалисту. Это уже какая-то тревожная симптоматика, иногда депрессивная уже. То есть вот это уже повод для обращения, нарушение сна, стойкие нарушения сна. И второе – это самоповреждающее поведение. То есть нужно видеть руки и ноги своих детей. То есть вот когда ребенок, подросток в состоянии эмоционального дистресса, отчаяния, начинает наносить себе повреждения, не глубокие, а вот такие поверхностные, то есть боль его останавливает в этих переживаниях. И это рубцы разного цвета, то есть белое, красное. То есть это самоповреждение, это признак психологического мышечного дистресса, это немедленно к специалисту, потому что это очень опасно. Вот именно у таких подростков очень часто депрессивное состояние, которое требует обращения к специалисту, к врачу-специалисту. Вот. И, пожалуйста, родители, обращайте внимание на вот это самоповреждение у своих подростков. Ну, это точно так же, как вот если ребенок хочет сделать кирсинг болевых зон или татуировки, когда он не может остановиться в этих татуировках, потому что боль успокаивает, да, и если он хочет проколоть язык, то язык, это вот, когда он теребит эту сережку в языке, это тоже, это тоже боль, это тоже его успокаивает. Это тоже эквивалент и самоповреждающего поведения. И если родители вот видят тенденцию у подростка, да, вот, вот к этим моментам, это повод обратиться к специалисту. Давайте в заключении может быть что-то позитивное тогда, скажем. Лепите своих детей. Не обижайтесь, когда подростки не слушают вас или не хотят вас услышать. Это у всех, это пройдет. Нужно понимать, что, ну, это искусство быть родителем. Вот. Нужно верить в свои силы, нужно верить в успех своих детей, нужно уметь разговаривать с ребенком про те же гаджеты, что, ну, зависимость от гаджета это зависимость, а зависимые люди неуспешны, и мы от тебя не отстанем, потому что нам не все равно, будешь ты человеком успешным или не очень. Понимаете, вот нужно подходить к разговору с подростком, с ребенком в целом без оскорбления, без унижения и без сравнения с другими. Только на своем опыте. И только вот в понимании, что мне просто хочется, чтобы у тебя все в жизни сложилось. Я всегда рядом, мы все преодолеем, да, ты, главное, приди и скажи. спасибо вам большое за разговор, было очень интересно. Спасибо вам за вопросы. за субтитры, Продолжение следует...